Меня зовут Максим. Как меня уже представили в DataArte, я работаю четвертый, по-моему, год. В принципе, вебом занимаюсь столько же. Сегодня будем говорить о черновиках, зачем они, почему и вообще, что это такое. Первая часть — это спецификации. Спеки, как всегда, важны и нужны. Их можно найти на вот этих вот ресурсах. Первая — это Working Group VC3, где они обсуждают будущие черновики. Следующая — это где они уже обсуждают рабочие драфты и выкатывают их в релиз-кандидаты. Собственно, первая часть выглядит вот так. Здесь нифига непонятно, если не посидеть минут 20 и не перезабираться. Здесь, собственно, уже релиз-кандидаты и все остальное. И, естественно, как вы видите, здесь есть статусы. Статусы абсолютно разные. В принципе, после статуса... Сейчас, как он там? Кандидат в рекомендации уже в некоторых браузерах это можно юзать. Ну, чаще всего в Хроме. Есть еще у каждого браузера свой отдельный сайтик на эту тему. Соответственно, Microsoft, Chrome. Ну, по сути, Хроме он, потому что туда и Opera входит. Все, что на блинке, в общем. И отдельно Safari субкитом. Первое интересное свойство в черняках, которое можно уже попробовать в Хроме — это Contain. Оно нам позволяет отделить от рендера некоторые элементы страницы. Ну, самый банальный пример — это если вы скрываете меню от пользователя, по клику оно должно выехать, вы просто ставите ему значение, контент, и браузер не будет его отрисовывать вообще. Он отрисует его только при вызове. Соответственно, мы экономим время на отрисовку, стилизацию и так далее. Остальные свойства, в принципе, я думаю, довольно понятны. Что там у нас? Изоляция и компоновки — это мы, в принципе, изолируем какую-то область стиля. Мы не рендерим наши стили. Point — это изоляция отрисовки при анимации. Ну, контент — это, собственно, все остальное, кроме strict. Проверка, в принципе, того, какие свойства, на что влияют, это можно посмотреть на CSS Triggers. Эти вкладочки открываются и показываются, какое правило CSS на какое время задерживает браузер при отрисовке. Следующая фича, которую, в принципе, уже можно довольно давно использовать, с прошлого, по-моему, года, они точно работают во многих браузерах, это CSS-переменные. По сути, это те же фишки препроцессоров, типа LESA, SASA, STILUSA и так далее, но только нативные для браузера, которые занимают меньше ресурсов. Поддерживаются везде, кроме, как всегда, E. Ну, мобильные браузеры не берем. Для примера мы можем создать в руте какие-то наши переменные и вызвать их уже в нужном нам медиаквере, например. Времени, по идее, это займет намного меньше, чем мы будем делать конвертацию из LESA того же и так далее. Медиаквери, все, я думаю, их юзают. Сейчас вышли на новый уровень, это уже кандидат в рекомендации, насколько я помню. Туда добавляется точное разделение по типу документов, точнее, по типу устройств. Screen — это все, что с дисплеем, а Print — это если мы будем отправлять на печать. Соответственно, мы можем подгрузить разные стили, а вот здесь мы можем дернуть определенный кусок из стилей и перекинуть на нужное нам правило. Соответственно, из файла Print Styles мы в нем обозначаем font-family, а в другой файл мы забираем именно эту часть. Также в Медиаквери постепенно реализовываются всякие штуки для датчиков движений, сенсоров и так далее. Тут все довольно просто. Если мы ставим pointer, course, как-то так, то мы это используем для устройств типа Kinect, VR и так далее, где точность не очень хорошая. Все остальное, fine, это для мобилок, десктопов, телевизоров и всего вот этого. Хотя для телевизора, наверное, тоже course лучше юзать. Следующий point. А, ну это где, собственно, он юзается. Пока что. Пока что только Chrome, как всегда. Ребята над этим работают и в следующей версии уже обещают выкатить в кандидаты для всех остальных браузеров. То есть где-то через годик мы это можем увидеть. Стоп. А, ну да. Это MotionPass работает в Chrome, извиняюсь. Собственно, MotionPass у нас выглядит вот так. Это обычный CSS, в котором задаются координаты пути по такому же принципу, как SVG. Начальная координата движения по оси, начальная и конечная координата и линия начальной и конечной координаты. Ну и цикл, чтобы у нас все возвращалось. Выглядит это примерно вот так. Это тоже на CSS или без CSS? Без. Это только CSS. Здесь, в принципе, можно все это задавать. Естественно, нужно заюзать кейфрейм, чтобы сказать, что нам нужна анимация. Ну что же, CSS просто пошел вниз. Ну, в данном случае, да. Он двигается по определенной координате. У нас здесь задается координата от точек, и мы задаем движение. А координаты относительно чего там? Где 0,0? 0,0, как обычно, верхний и левый угол. От картинки? Да, от картинки. Есть возможность задавать координаты от определенного объекта, делать ограничения движения внутри объектов. Ну и что-то там еще, честно говоря, я уже не помню. Собственно, про комьюнити тут очень мало. Рассылка для обсуждения всех этих штук. Там можно подписаться, почитать, поотвечать ребятам. И, возможно, какую-то из фич продвинуть. Репозиторий с черновиками, в принципе, как и любой репозиторий на GitHub, можно делать полуреквесты. Если считаете что-то очень крутым, то можете переписать, добавить. Это все будет обсуждаться. И, возможно, даже зальется куда-нибудь. А вот этот вот дядька Антон Немцев, он, собственно, один из довольно крутых людей, которые много знают о черновиках. Можете найти пару его лекций там на YouTube, он очень интересно все рассказывает. Вчера сидел, рылся и писал презентацию, не мог не рассказать об этих штуках для HTML. У HTML тоже есть черновики. Эти черновики декабря 2017 года и статистика поддерживания браузерами. Как ни странно, Edge впереди всех. Он поддерживает все уже существующие теги. Собственно, черновики можно найти здесь. И если вы увидите вот такую плашку красную, как внизу, то, собственно, значит, информация не актуальна. Можете листать дальше. Ну и, в принципе, все. Очень как-то быстро получилось. Очень. Подожди, куда ты уходишь? А, да, вопросы уже. Черт. Возможно, куда есть вопросы. Давай, Денис. О, привет, Денис. Запись. Привет, Максим. Спасибо за доклад. Расскажи, а на чем написаны сами эти черновики? Вот там вот GitHub, репозиторий. Ну, в принципе, как и все написано на основном браузерном движке. На чем? На ее скрипте? Ну, сами эти черновики, самые новые вещи. И, в принципе, работа на JS есть внутри. Ага. Понял. Спасибо. Расскажи, где можно проверить, поддерживать, кто и как. Вот ты делал слайды там, что Chrome поддерживает что-то, а что-то, а другие не поддерживают. Да, вот что это за сайт? А, ну, это Can-I-Use. И что он показывает? Can-I-Use показывает, собственно, я думаю, все знают. Мы выбираем нужные нам правила и смотрим, какие браузеры его поддерживают. Некоторые правила, типа вот Motion Pass, работает только под флагами. То есть в Chrome нужно будет зайти, включить флаг, тогда вы это увидите. Так оно работать не будет. Флаг называется WebFuture, что-то там. WebFuture Elements. Да, вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос. CSS-поименные развиваются, да, все вот это развивается. Возможно, что-то сплое при процессе, он не отказывается. В теории, да. К сожалению, мы поддержку не сможем пока сделать для старых браузеров, если будем юзать только переменные. Потому что, например, тот же E10 какой-нибудь, он переменные уже не поймет. И циклы, которые сейчас в CSS тоже пытаются развиваться, тоже не будут работать. До полного ухода от припроцессоров еще далековато. Ну, в теории, да. Я надеюсь. Опять ты. Покажи, где пасс, пасс. Да, вот этот. Это применяется к картинке какой-то, я так понял. Да, это применяется к элементам. Афсет пасс это будет что? Афсет пасс это его путь следования от точек, которые ты задаешь. М начальная точка, Q движение по дуге, вот он по дуге летит. L, соответственно, прямая синтаксис, как в SVG. И, то есть, я правильно понимаю, что есть какой-то класс, например, image-класс, в нем внутри это как свойства и значения свойств. Ну, лучше дифф из background image, да, да, это внутри. Ага. И если, например, взять картинку и поменять ее на другой размер, либо взять картинку и открыть ее на респонсах, например, то что произойдет с этим совсем? Слушай, я не тестировал, честно говоря, не пробовал, но, скорее всего, он также будет работать, как при обычной анимации, просто расширится у тебя и все. Он будет относительной величиной считать или абсолютной? Относительной. Относительной? Да. Это круто. Спасибо. Там очень много правил, на самом деле, их все просмотреть нереально, мне кажется, пока что. Здравствуйте. У меня вопрос. Привет. По поводу, тоже по поводу анимации. Окей. А там можно сделать что-то более сложное, там, в зависимости от времени, математические расчеты? Траектории? Ну, полные математические расчеты пока вряд ли, но там можно сделать зависимость от поинта, откуда ты, в какой ты пришел, что ты там хочешь поменять. Например, вот этот дракончик, он прям к мышке будет подлетать? Ну, в теории, да, можно сделать, но это нужно еще почитать спики. Спасибо. Спасибо. Я думаю, мы можем пока поблагодарить Максима за выступление. Спасибо. 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 Продолжение следует...